Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Канонец Фёдор Андреевич. Я являюсь врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации НМИЦ онкологии имени Петрова. Сейчас я хочу вам рассказать об новых возможностях седации при малоинвазивных и неинвазивных процедурах у детей с опухолями ЦНС. Опухоли ЦНС у детей в настоящее время занимают второе место по частоте и структуре злокачественного образования детского возраста. И первое место среди солидных опухолей. Частота заболевания ЦНС у детей от 0 до 19 лет составляет около 4 на 100 тысяч детского населения. Ежегодно в России регистрируется от 1000 до 1200 новых случаев опухоли головного мозга. Вследствие использования больших доз дексаметазона в схеме терапии у детей с опухолем головного мозга в 50% случаев развивается синдром Инсента-Кушинга, что в свою очередь приводит к сложностям в проведении седации и анестезии у таких пациентов. Клиническая констичность синдрома Инсента-Кушинга вызывает повышение, как всем известно, вызывает повышение аппетита, изменяет обмен веществ у детей, уровень глюкозы, крови. Конечно, из-за этого увеличивается жировая ткань, уменьшается мышечная ткань. Наиболее ранним признаком болезни является ожирение, типичным осложнением жировой клетчатки в области лица, шеи, груди и живота. Лицо при этом выглядит округлым лунообразным, что в свою очередь затрудняет проводить неинвазивную вентиляцию при седации у этих детей. Вот так вот выглядит ребенок с синдромом Инсента-Кушинга. Сейчас я хочу вам рассказать, как мы проводим лучевую терапию у таких пациентов. Схема лечения опухолей головного мозга комплексная. Один из основных использованных методов является лучевая терапия с 3D-комфортным облучением, для проведения, для которого требуется недлительный от 3 до 5 минут период полной неподвижности. Его удается достичь за счет использования специально закрывающее все лицо термопластические маски, а у детей младшего возраста еще и глубокого медикаментозного сна. Длительность процедуры лучевой терапии около 5-7 минут. За день на одном аппарате лечения получают около 60 больных, в том числе детей и взрослых. Так выглядит лучевая терапия у детей с опухолями головного мозга. Как вы можете здесь заметить, термопластическая маска на аппарате ребенку. Ребенку здесь 2 года, он в свои 2 года весит около 20 килограмм. Термопластическая маска затрудняет проведение какой-либо вентиляции при седации у пациентов во время лечения. Проблема аностеологического обеспечения у детей с синдромом Сентакушинга является то, что у них повышается уровень метаболизма на 80-100%, что позволяет, в свою очередь, использовать существенно больше доз пропофола или других седативных средств. Продукция СО2 увеличивается. Хроническая гиперкапния сочетается со снижением чувствительности дыхательного центра к повышению СО2. Снижение функциональной жизненной емкости легких. Синдром сонного апноэ намного чаще у них встречается, чем у популяции в целом. Особенности анестезии у этих детей, что использование термопластической маски, как я уже сказал, делает невозможным поддержание проходимости дыхательных путей с помощью надгортанных девайсов. И анестезиолог не может присутствовать с ребенком во время лечения. То есть мы за ребенком наблюдаем только через видеотрансляцию. Методы седации в педиатрии. В педиатрии сейчас существует достаточно много методов седации. На данном слайде представлена выборка препаратов, которые наиболее часто используют. Например, кетамин. Дозировки все указаны, но ограничение в его использовании дает то, что всем известно, у кетамина в связи с использованием кетамина происходит повышение внутричерепного давления. У детей с заболеванием опухолями головного мозга это недопустимо. Медазолам также используется. Он очень хорош, что его можно водить как и перорально, и интраназально, и ректально, и внутримышечно, но нарушает паттерн дыхания и при интраназальном введении раздражает сильно слизистую оболочку носа. То, что ребенку неприятно, он становится раздражительным, плаксивым. Ректальный путь введения тоже не совсем для нас подходит, потому что метаболизм идет очень быстро у него через прямую кишку, и не хватает даже тех дозировок, которые указаны в инструкции для проведения процедуры. Внутримышечный более-менее нормальный метод седации, но сеансов лучевой терапии за месяц ребенок получает около 30-35 сеансов, и каждый раз колоть ребенка в мышцу не совсем хорошо. Фентанил также можно использовать и интраназально, и внутримышечно, и перорально, в дозировке 15-20 микрограмм на килограмм, но также может вызывать нарушение дыхания. Севаран ингаляционный анестетик можно использовать, но для этого всю установку лучевой терапии надо переоборудовать с выводом газов, с аппаратами ВЛ, также будет сложность в обеспечении проходимости дыхательных путей, также он нарушает тоже паттерн дыхания. Пропофол в дозировке 1,5-3 мг на килограмм для седации достаточный, но также возможна депрессия дыхания, и требует чаще всего центрального венозного доступа, так как через периферический катетер вызывает раздражение, и ребенок также становится беспокойным. Еще один препарат, который мы используем для таких детей, это дексмедитамидин. У него дозировки представлены как внутривенный 0,5-1 мкг на килограмм, и интраназальный 2-3 мкг на килограмм. Он незначительно влияет на гемодинамику и на дыхание. При интраназальном пути введения он не раздражает слизистую оболочку носа, и дети чувствуют себя вполне нормально. Было проведено много исследований. Например, исследование Таку-ИОХ получено в ходе проведения, у них около 1300 сеансов протонной терапии у детей младше 3-х лет. Использовались пропофол, 3-6 мг на килограмм на индукцию, и от 4 до 8 мг на килограмм на поддержание анестезии. В связи с этим исследованием удалось выявить, что эта дозировка является эффективной и безопасной методикой седации и обеспечения данной процедуры. Однако в 10% случаев было отмечено снижение сатурации ниже 90%, что требовало проведения вспомогательной вентиляции мешко-амбу или использования при выведении нижней челюсти. Но в связи с термопластической маской в нашем случае это практически невозможно сделать. Также было произведено исследование Бариоси на двух группах детей, требующих седации для выполнения МРТ. Было продемонстрировано, что в группе пациентов, где седация использовалась дексамидитамидин в дозировке 0,5,1 мкг на килограмм плюс пропофол 1,3 мг на килограмм, дексамидитамидин в этом случае вводился внутривенно. Частота развития дыхательных расстройств была статистически ниже по сравнению с группой, в которой применялся только один пропофол. Итак, дексамидитамидин является высокоселективным агонистом альфа-2 рецепторов. Седативные эффекты обусловлены снижением возбуждения голубого пятна основного норадренергического ядра, который находится в стволе мозга. Благодаря воздействию на этот участок обладает седативным эффектом. Дексамидитамидин практически не оказывает угнетающего действия на дыхательную систему и метаболизируется печенью. Также было проведено исследование, охватившим более тысячи процедур. При ЕМР и ЭХКГ было показано, что интраназальное введение дексамидитамидина в дозировке 2-3 мг на килограмм позволило снизить эффективную дозу пропофола до 1-2 мг на килограмм, что для детей хватало. В основном и в 7% случаев в связи с развитием дыхательных расстройств потребовалось проведение приема сафара и в 0,5% случаев вспомогательной вентиляции мешком амбу. Интраназальное применение дексамидитамидина в дозе 1 мкг на килограмм сопровождался следующими гемодинамическими эффектами. Систолическое артериальное давление снижается максимально на 14%, при этом не было зарегистрировано случаев критического падения давления ниже 70 мм штутного столба. ЧСС сохраняется около 16%, но эпизодов снижения ЧСС ниже 60 в минуту также отмечено не было. Также в педиатрии существует еще много препаратов именно для интраназального. Здесь в этой табличке показаны примеры для применения препаратов интраназальной и дозировки, препаратов, о которых я уже говорил ранее. Здесь вы можете заметить, что и кетамин выше дозировки идут, и медозолам немножко другие дозировки. Дексамидитамидин 2-3 мкг на килограмм. Стоит отметить, что у дексамидитамидина начало действия его от 12 до 17 минут, продолжительность действия от 90 до 180 минут, что вполне хватает без проблем провести протонную терапию у детей. Интраназальный путь ведения. Также, как любой метод, имеет свои противопоказания. Противопоказания являются травма носа, носовые кровотечения, обструкция или анатомическая, или инородными телами, или аллергия на препарат. По поводу обструкции хотелось сказать, что у некоторых детей с опухолями головного мозга еще встречаются метастазы, которые перекрывают носовые ходы, что не дает нам возможности использования этого препарата для седации у данных пациентов. Наш опыт. Пациент Т возраст 2 года 6 месяцев, 26 кг. Диагноз атипичная тиреоидная рапдонная опухоль. Синдром Инсента-Кушинга на фоне проводимой гормональной терапии. Вот. Проведено было у нее 15 сеансов. Вот он, этот ребенок, как вы можете здесь заметить на фотографии, что девочка, она по своему весу, не по возрасту подходит, 26 кг, рот у нее слабо открывается, по малом бате, там, ну, вообще рот не открывается, 4 кг. И очень затруднено выводить, делать прием сафара. Вот. Эта девочка требовала, сначала пробовали проводить седацию только пропофолом, но при двух попытках проведения лучевой терапии с использованием одного пропофола, 5-8 мг на килограмм, отмечалось резкое падение сатурации ниже 90%. Конечно, требовало прекращать процедуру, производить вентиляцию мешком амбу, и отказывались от процедуры. Снижение пропофола ниже дозы не давало достаточно седации для проведения лучевой терапии. Было решено добавить препарат Дексамедитамидин. Вот. В данном графике представлены седация пропофола в дозировке 0,5-1,5 мг на килограмм, плюс интраназальная Дексамедитамидин, 2 мкг на килограмм за час до лучевой терапии. Здесь вы можете заметить, что седация пропофола дозировка значительно снижалась от 8 до 0,5-1,5 мг на килограмм. И здесь на графике представлено, как гемодинамика менялась изначально, как она была после введения Дексамедитамидина на момент засыпания 15, один час после введения пропофола, после лучевой терапии, пробуждение у нее составило от 90 до 150 минут. Гемодинамический профиль практически у нее не менялся. Сатурация и частота дыхательных движений оставались на прежнем уровне. Также мы детей оценивали по шкалам ЮМС и шкала движения. Это оценка седации у детей. Также они все получали достаточное количество баллов для проведения этой лучевой терапии. Мы используем интраназальное применение с помощью инсулиновых шприцов. Набираем инсулиновый шприц дозировку. Здесь вы на слайде можете увидеть, как проводится введение кричащему ребенку. После 15 сеансов лучевой терапии девочка была проконсультирована с лор-врачами. Осматривала слизистую полость носа до и после. Патологических изменений со стороны слизистой носа отмечено не было. Также мы используем эту методику седации при проведении МРТ. В исследовании у нас приняло 24 ребенка. У 17 детей удавалось добиться седации по шкале РАМС и 3-4 после введения интраназального применения Декс-Медитамидина 2-3 микрограмма на килограмм. Хочу заметить, что у этих 17 детей только применялся Декс-Медитамидин в дозировке 2-3 микрограмма на килограмм без применения пропофола. Гемодинамический профиль при этом не страдал. Если страдал, то не сильно. Критического изменения падения давления ниже 70 миллиардов сутного столба отмечено не было. ЧСС сокращалось только на 10%, но эпизодов снижения ниже 60 не было. Также снижение сатурации и повышение СО2 в венозной крови отмечено не было. 7 детей для достижения достаточного уровня седации потребовалось сведение пропофола в дозировке 0,5-1 миллиграмм на килограмм. Также при этом незначительно, но больше снижался артериальное давление. ЧСС сокращалось уже на 20%, но также эпизодов критического снижения давления и ЧСС замечено не было. Время полного пробуждения в группе с пропофолом составило 240-300 минут против 100-180 минут в группе с применением только с Декс-Медитамидином. Выводы. У большинства детей позволяет добиться достаточного уровня седации для проведения МРТ либо лучевой терапии. Все, спасибо за внимание.